Приветствую всех на канале Матколот, с вами я Илбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет! Привет! Так, друзья, с Новым Годом! Вроде бы с Новым Годом, а у нас жара, где-то сейчас около, наверное, 10 градусов, но пчелы еще не летают. Но я надеюсь, если сейчас погода не изменится, все-таки они полетают. Мы сегодня моем машину. И всегда у меня было желание увидеть, как Керхером можно помыть улью, друзья. Вот этот первый я уже помыл, смотрите, он чистый. И может кому будет интересная информация, чтобы знали, что очень легко и просто можно Керхером помыть машину. Вот, говорю, машину. Только смотрите, что получается. Это краска, это еще ПФ-ка, обычная ПФ-ка. И она, конечно, не очень хорошо держится на ППУ-улях. И если прямо струю направлять прямо на крышу, конечно, можно и сорвать краску. Тут же, где водоумальсионка, помылось, все замечательно. Ну и сейчас продемонстрирую. Вот еще один соседний. Машенька, покажи, какой. У нас, кстати, друзья, поломалась микрофон. И прошу прощения, пару дней будем как-то, ну, стараться снимать без микрофона. Ну, смотришь. Из этих отверстий всю черноту вымали. Друзья, ну, вы поймите, что так не надо делать, как я делаю. Просто я себе это позволяю сделать так, как, ну, я имею в виду вместе с пчелами мыть улей. Так как, я надеюсь, сегодня будет облет. И вот я их, как бы, специально не тревожу. Было бы сегодня холодная погода, конечно, я бы такого не делал. А позволяю себе, да и то, это я позволяю на одном уле показать только вам. Сейчас зайдем спереди. Вот такая, друзья, красота. Улей помытый. У нас тут катаются. Покажи машине. Квадроциклы. Итак, друзья, зачем это показывал? Я всегда, ну, как всегда, лет уже 7-8 у меня, наверное, 7. Около 7 лет у меня, как есть, этот керхер. Но я им не пользовался, друзья, потому что иметь керхер, ну, тоже надо под него условия. Когда мы жили в другом месте, и, конечно, там мыть негде было, двор был маленький, и, конечно, им там не развернешься, так как намочишь стены и приведешь, ну, помоешь машину и спачкаешь дом. Соответственно, если мыть на улице, в болоте, соответственно, то, что ты мышь, ты ходишь по болоту, тоже эффекта отмойки никакого. В итоге, я, когда уже мы тут устроились, я понимал, что у нас есть керхер, у нас есть две машины, которые надо обслуживать. И, конечно, у нас есть пасека, которую тоже можно было бы обслуживать, так как мытье кормушек, мытье ульев, крыш перед покраской. Это куда легче помыть, нежели пошлифовать. Соответственно, мы тут уже делали условия для мытья всего этого. И вот сейчас продемонстрировал, как это легко и просто это все моется. Теперь, вот когда вы так помыли ее, слегка наждачкой можно пробежаться и покрасить. Потому что, когда вот на такой черной крыше наждачкой это вы просто очень-очень будет сложно все вычистить. А так, если разобраться, помывши, еще может постоять без какой-либо обновления, еще какой-то привод. Так что, друзья, пользуйтесь. Пользуйтесь, кому будет интересно. Может, кому будет полезно. Маша, давай посмотрим, как теперь себя ведут, например, уже, если уже поиздевались над ульями. Это семья, которую мы специально собрали у задней стенки за счет перевертания корпуса по соотношению к днове. Ну, сидят в клубе. Что особо я не залил их. Под крышу аж вода прямо так не налетела. Пчелиная семья сидит за минусом одной улочки. Клуб рыхлый. Ну, и что и стоило ожидать. Не из-за того, что я их помыл керхером. Конечно, причинил тоже какой-то дискомфорт. А из-за того, что на улице сейчас около 10. Все, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписывайтесь на наш канал. С вами классы, кому нравится дизлайки. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok